Как дела у вас? Согмально. Домой? Отлично даже. Домой настроены уже почти? Да. В пандельник пойдем? Пойдем. Сейчас контрольные анализы повторим. Если все хорошо, мы вас отпускаем. Спасибо вам большое. Для 58-летнего пациента из Одинцова все самое плохое позади. Да, ему еще предстоит длительный период восстановления, но его больной будет проходить в стенах дома, в кругу родных. В Видновскую районную клиническую больницу Аркадий Мартиросян поступил в конце декабря в тяжелом состоянии. У мужчины сахарный диабет, он инсулинозависимый. Пациент был доставлен в парк «Патриот». Это так называемые легкие койки, куда первично поступают пациенты, у которых небольшое поражение по КТ. Там ему начата терапия, но на фоне терапии состояние ухудшилось. При повторном КТ у пациента выявлено поражение легких до 94%. Он переведен в нашу реанимацию. В нашей реанимации пациент находился на инвазивной ВЛ и после стабилизации состояния переведен в отделение. В третьем инфекционном отделении ВРКБ под наблюдением заведующей отделением Анны Даниловой пациент находился еще две недели. Самостоятельно дышать не мог, лежал под кислородом. У пациента развилась картина цитокинового шторма. В связи с этим состояние его резко ухудшилось. Но пациенту вовремя были введены специализированные препараты. После этого была проведена трансфузия антиковидной плазмы и скорректированное лечение по диабету. Видновским специалистам удалось стабилизировать состояние больного. Сегодня его жизни ничего не угрожает. Я верил в Бога, что Бог поможет вашему медику, нашему медику. И через них они меня лечили. Они свою работу делят очень хорошо, очень любовью. Я доволен, не знаю, я доволен. От врачей до этой уборщицы, все они очень хорошо относятся к нам. Для Аркадия Мартиросяна больничная эпопея подошла к концу. Дома его ждут жена и пять дочерей. А прикованными койком в отделении остаются 70 человек. Третья инфекция специализируется на лечении больных коронавирусом с рядом сопутствующих заболеваний. Сахарный диабет, бронхиальная астма, заболевания печени и почек. С немоними мы также первые столкнулись из других отделений. И в принципе мы первые используем различные методы, новые схемы лечения, новые препараты. Соматические есть тяжелые, онкологические больные. И у нас очень опытный персонал, очень профессиональные медсестры, которые могут оказать экстренную помощь. Врачи стоят на передовой в борьбе с COVID-19. Каждый из нас в силах им помочь, если будет соблюдать элементарные правила личной безопасности. Носить маски и перчатки, часто мыть руки и обрабатывать их санитайзерами. Соблюдать социальную дистанцию и ограничить посещение общественных мест. Юлия Погасяна, Ольга Садовская, Видное ТВ.